Добрый день! Сегодня я решила продолжить. Высоцкий. Тем, кто у микрофона. Максиму Шевченко и Захару Прилитову. Максим, вы очень красиво озагравили свое видео. По-моему, гениальная беспомощность Высоцкого. И в чем же суть его беспомощности? В том, что он не мог разрешить свой личный вопрос. Не мог решиться переехать во Францию. Как бы не успевал он свободу, а переехать туда он не мог. Это ваша точка зрения. Что-то ему не позволяло. Вот не мог. Знаете, вы судите с колокольней, наверное, своей. То есть это ваш выбор, может быть, захотели туда переехать. Вопрос, как мне кажется, вообще в том, а хотел ли бы Высоцкий переехать туда. И мне вообще кажется, что в нем как раз гениальная сила, гениальная сила каких-то нравственных, духовных основ. Теперь посмотрите, кем он являлся для нашей страны. Нет, наверное, ни одного советского человека, который бы не боготворил Высоцкого. Потому что это была любовь. Потому что это была отдушина. Потому что каждая песня Высоцкого – это было как выступление. Это был и смелый показ каких-то отрицательных сторон. Но он не показывал это как отрицательное. Он просто показывал это открыто. И он гениально избрал форму юмористического содержания. Он говорил обо всем. Он говорил о войне. Он говорил о людях труда. Причем говорил изнутри этих людей. Его обожали, его боготворили. А теперь скажите, мог человек, который знал свою такую любовь к себе, мог ли он этих людей бросить? Мог ли он оставить эти темы? Мог ли он оставить осознание важности вообще своей миссии? Это где-то было на подкорке. Вот если не я, то кто? Так вот это у него было. Если не он, то кто? Больше некому было. Так, так сильно, с таким доверием каждому его слову и чувству. Он не хотел и не мог. А теперь другой ракурс этой темы. Почему Марина Влади не могла переехать в Россию? Потому что это был другой менталитет. Это был менталитет, в котором правили деньги. В 2011 году вышел фильм документальный о посещении Владимира Высоцкого и Париже, и Франции, и Западной Европы, и Америки. Так вот, там есть замечательное воспоминание о том, как Высоцкий ходил по магазинам. Он покупал своим друзьям подарки так щедро, что Марина Влади переживала и одергивала его. Это же очень дорого. Да, он по-другому не мог. А теперь еще интересная мысль. Вот Захар Прилепин говорит, что Марина присылала ему, она так его любила, как будто любовь измереется только этим, что каждый год она присылала ему новый автомобиль в подарок, а он их разбивал. А вот мне знаете, что кажется? А может быть, это тоже на подкорке. Понимаете, некое презрение к этим дорогим вещам. Скажите, разве Марина Влади стала счастливей без Владимира Высоцкого? Разве счастье только вот в деньгах? Но впечатлять я на эту тему не буду. Пусть подумают каждый. Очень интересно. Вчера слушаю Соловьева поздно-поздно вечером. И вообще изумление. И всех присутствующих в студии только у одного человека дети не обучаются за границей. Представляете? Вот вы просто представляете себе. А большинство из присутствующих людей, которые так или иначе, глаголят нам вообще о них правительственных кругах, скажем, или приближенных, или в доме. Они глаголят нам о любви к Родине и вообще о том, что мы Родину свою должны любить. Понимаете, мы пахать должны просто даже, осознавая любовь к Родине. И вот чуть ли не немая сцена была. Только у одного человека дети обучаются в нашей стране. Это потрясающие гнойники. Вот то, откуда ни надавить, так брызнет гноем. Вот это из того стихотворения, которое я читала вчера Владимира Высоцкого. Чем отличался Высоцкий вообще от всех людей с микрофоном? Да может быть и вообще от всех людей. Вы знаете, он отличался честностью, и я это называю так, работой над собой. Он был очень осознанным человеком. Для чего он что-то делал? И работа над собой. Соответствую ли я тому, о чем я вещаю людям? И вот Вам, пожалуйста, пример. Его стихотворение «Раздвоенности». И вкусы, и запросы мои странные. Я экзотичен, мягко говоря. Могу одновременно грызть стаканы и шиллеры, читая бессловаря. Во мне два я, два полюса планеты, два разных человека, два врага. Когда один стремится на балет, и другой стремится прямо на бега. Я лишнего и в мыслях не позволю, когда живу от первого лица. Но часто вырывается на волю второе я в обличье при лице. И я боюсь, давлю себе мерзавца. О, участь беспокойная моя. Боюсь ошибки, может оказаться, что я давлю не то второе я. Когда в душе я раскрываю гранки на тех местах, где истинность сама. Когда мне в долг дают официантки и женщины ласкают задарма. Но вот летят к чертям все идеалы. Но вот я груб, я нетерпим и зол. Но вот сижу и тупо ем бокалы, забрасывая шиллера под стол. А суд идет, весь зал мне смотрит в спину. Вы прокурор, вы гражданин судья. Поверьте мне, не я разбил витрину, а подлое мое второе я. И я прошу вас, строго не судите. Лишь дайте срок, но не давайте срок. Я буду посещать суды, как зритель, и к судьям заходить на огонек. Я больше не намерен бить витрину. И лица граждан, так и запиши. Я воссоединю две половины моей больной раздвоенной души. Искореню, похороню, зарою, очищусь. Ничего не скрою я. Мне чуждо это я мое второе. Нет, это не мое второе я. А вот еще. Прочитаю только несколько струв из этого стихотворения. Зарыты в нашу память на века и даты, и события, и лица. А память, как колодец глубока. Попробуй, загляни наверняка лицо, и то неясно отразится. Разглядеть, что истинное, что истинно, что ложно, может только беспристрастный суд. Осторожно с прошлым. Осторожно. Не разбейте глиняный сосуд. Ну и, пожалуй, на этом я завершу сегодняшнее размышление. Оставив вам нечто самостоятельное поразмышлять. Знаете, Максим, помните, наверное, Тарасову, как вы могли подумать, что Владимир Высоцкий окажется Андреем? Ну, наверное, вяжем по-другому. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова